Тридонские школы вошли в список 200 лучших сельских школ России. Это Багаевская школа номер 2, Игрылыкская номер 1 и Орловская номер 3. Здравствуйте, в студии Анна Туполева, повестка дня на Дону. Молочный комплекс и распределительный центр. Итоги первого дня агро-выставки «Золотая осень» на ВДНХ. Для экономики Ростовской области это достаточно важное событие, потому что в области объявлено, что развитие молочного животного является отрасль опережающего развития. Сошлись на Лермонтове. Победитель конкурса «Учитель года» ростовчанин Андрей Барашев вдохновил президента на чтение стихов. Но я люблю, за что не знаю сам. Ее в степи холодные молчали. Написал на Рейстаге Никаноров из Ростова-на-Дону и все. История для нового музея на Самбекских высотах. Мы вышли и смотрим впереди так по улице. Белые влаги, белые простыни, белые наволочки в домах, в окнах. Сегодня второй день главной сельхозвыставки страны «Золотая осень-2016». Вечером в Государственном Кремлевском дворце торжественное собрание ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Но накануне, только стартовав на форуме, Ростовская область собрала богатый урожай инвестпроектов. Традиционно высокие показатели и масштабные инвестпроекты. Такой показывает себя Ростовская область на «Золотой осени» в этом году. После официального открытия Василий Голубев представил Дмитрию Медведеву новые проекты в АПК. В Песчанокопском районе построят молочный комплекс на 2800 голов. Соглашение подписано накануне в Москве. «Для экономики Ростовской области это достаточно важное событие, потому что в области объявлено, что развитие молочного животного является отрасль опережающего развития. И для нас это приоритет в агропромышленном комплексе. В ближайшие несколько месяцев, возможно, не позднее, чем первая половина следующего года, мы подпишем не одно соглашение о создании таких комплексов. Второй масштабный проект, представленный в Донской экспозиции, сделает регион крупным логистическим узлом страны. Новый оптово-распределительный центр в столице Грушевской Оксайского района даст региону 2500 рабочих мест. Работаем мы по трем регионам сейчас. Москва, Ростов, Новосибирск. Но Ростов это действительно опорная точка для нашей сети оптово-распределительных центров, поскольку значительные объемы продукции производятся как в самом регионе, так и консолидируются в Ростове из регионов Северного Кавказа, из Крыма. И часть даже импортной продукции проходит, грубо говоря, через это бутылочное горлышко». Сегодня выставка работает второй день и уже понятно, что медалей и грамот у Дона будет немало. Донских аграриев есть за что отметить. «В этом году первое место по производству ранних зерновых и зернобобовых. Второе место по производству яйца. Только уступаем Ленинградской области. Первое место по производству мяса индейки и утки. Первое место по производству масла растительного. 700 тысяч тонн производим. Практически пол России может только кормить Ростовская область». Улица, на которой угощают многолюдно. Гастрономические павильоны работают на свежем воздухе. Аппетитная рыба, мясо, сладости, золотистое масло – так представляют достижения Донского АПК гурманам. «Мы привезли товар с Ростовской области, с Масниковского района. Хозяева столицы мы хотим удивить маслом нерафинированным, натуральным, цародавленным. Вот оно у нас на игре. И слабожаренное масло Бога». Агровыставка будет работать до 8 октября. Традиционно организаторы проводят специальный конкурс оформления павильонов. Но главное для участников – заинтересовать не самим павильоном, а представленной в нем продукцией и своей работой. Мария Филинкова, Валентина Малащицкая, Станислав Фоменко. На Дону. Путин, Барашев и Лермонтов, учитель русского языка и литературы Ростовского лицея номер 11, вошедший в пятерку победителей ферросийского конкурса «Учитель года-2016», на встрече с президентом поговорил с ним о великом поэте. Ранее Владимир Путин на вопрос «Что вы читаете?» отшутился. В основном то, что не нравится. А потом признался, на его столе всегда Лермонтов. И ростовский педагог сделал президенту мечтательное, по его словам, предложение прийти к нему на открытый урок по Лермонтову. Глаза глава государства впечатлился и стал читать любимого поэта. Но я люблю, да что не знаю сам. Ее степи холодные молча, Ее лесов безбрежных колыха. Разливые веки, по-другому моему. Он любит Родину. На открытом уроке Андрей Барашев взялся показать, что Лермонтов не грустный поэт Луны по сравнению с Пушкиным солнцем, а тоже солнечный поэт. На что Владимир Путин ответил с удовольствием и переспросил, где наш учитель работает. Но можно ли это считать обещанием посетить открытый урок, не уточнил. Основная забота всех глав муниципальных образований – вовремя включить отопление в соцобъектах и домах, заявил сегодня утром губернатор на записи передачи «Главное о главном» в телестудии Дон Медиа. Если раньше нужно было до пяти дней иметь 8 градусов среднесуточную температуру, то сегодня при наступлении такой температуры на уровне муниципалитета решение принимается. Но мною даны указания очень быстро реагировать на эту ситуацию. Муниципалитеты доложили, что к зиме готовы, хотя в некоторых городах и населенных пунктах есть проблемы с котельными. Имеются и долги, и ресурсоснабжающим организациям. Василий Голубев напомнил о необходимости установки приборов учета. В домах, где они не установлены, могут быть применены повышающие коэффициенты. Полностью выпуск программы «Главное о главном» можно увидеть сегодня в 19.00 на нашем телеканале Дон-24. Сегодня утром у Донского парламента появился новый спикер и новые председатели комитетов. Председателем Заксобрания стал Александр Ищенко. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия». За Ищенко проголосовали 42 депутата против 4. В своем обращении к парламенту новоизбранный председатель напомнил о поручении губернатора собрать наказы избирателей к депутатам Госдумы. И попросил сделать это всех участников до выборов в Заксобрании по двум одномандатным округам. Независимо от партийной принадлежности. Мы понимаем, что проблем очень много, общегосударственных задач еще больше. Но повседневная жизнь проходит на местах. В хуторе, в станице, в малом городе, в большом городе. И проблемы, которые возникают у людей, они зачастую завязаны на несовершенство федерального законодательства. Как и ожидалось, председателем комитета по молодежной политике стала Екатерина Стенякина. Комитет по местному самоуправлению возглавил Сергей Бездольный. Подробный репортаж о заседании смотрите в нашем следующем выпуске в 15.00. В Ростовской области не растут съедобные грибы. Врачи и токсикологи просят жителей Дона об этом не забывать. В шахтах за последние 10 дней в городскую больницу скорой помощи с острым отравлением попали 11 человек. Причем семеро из них с тяжелой степенью отравления. Три пациента переведены в токсикологический центр Донской столицы. Еще трое в отделение реанимации и интенсивной терапии. Все травившиеся собирали грибы в лесу и огородах и при этом многие даже не смогли точно определить их название. Далее другие сообщения с мест. В Новочеркасский день учителя отметили праздничным концертом в Донском театре драмы имени Комиссаржевской. Поздравляю вас, желаю вам удачи, здоровья, терпения великого, ну и чуть-чуть побольше зарплаты. Она у вас растет, но хотелось бы, что раза в четыре быстрее. Учителей наградили грамотами и благодарственными письмами. Воспитанники социально-реабилитационного центра «Аистенок» сходили на экскурсию в Волгодонский учебный центр противопожарной службы. Детям разрешили сесть за руль импровизированной пожарной машины, померить противогазы и экипировку. А самое интересное, юным пожарным удалось потушить пожар. Больше мне понравилось проходить через камеры, ну, где там с дымом. Мне вот это больше понравилось. Мне больше понравился дым, где можно лазить там. И еще мне понравилось дышать в маску. В городском парке Новошахтинска провели акцию «Тихий дон. Здоровье в каждый дом». Прямо здесь можно было проконсультироваться с врачом и пройти первичный осмотр. Работали отоларинголог, терапевт, лаборант, эндокринолог, а также передвижной флюорографический кабинет. Мы предлагаем людям это проверить свою глюкозу и предупредить свои заболевания, которые еще не стабилизировались. Желающим измеряли давление, рост вес и рассказали, как правильно вести здоровый образ жизни. Человек прошел, обследовался. Уже он будет знать, что к чему, как. Угодно, конечно. Это хорошо, да. Это очень хорошо. Такую акцию в городе проводят каждый месяц. Регулярная она стала благодаря множеству участников. Будет и в конце октября, если повезет с погодой. Культурно-спортивный фестиваль «Надежда» для детей из приемных семей, детдомов и школ-интернатов пройдет в Ростовской душа номер 12 через три недели, 29 октября. Организаторы вместе с олимпийскими и паралимпийскими чемпионками анонсировали праздник в пресс-центре «Дон Медиа». Уже 20 лет «Надежда» собирает в четырех городах – Москве, Питере, Новосибирске и Ростове – сироты детей с ограниченными возможностями здоровья на игры, спортивные мастер-классы и викторины. Это нужный праздник. Он приносит очень много добра. Он детей, наверное, привлекает к здоровому образу жизни, отвлекает от улицы. Я приблизительно на таком же фестивале попала в спорт и пошла дальше по жизни со спортом. И дети знакомятся там, продвигаются как-то, им становится лучше, приятнее. Они не одни. Заниматься спортом детям с ограничениями по здоровью помогает программа «Доступная среда». Спорткомплексы оборудуют для инвалидов. В министерстве составлена дорожная карта по адаптации всех наших спортивных сооружений. И согласно этой дорожной карте я уже не буду перечислять там проценты. Мы на 100% должны выйти к 2020 году на 100% в обеспечении доступности всех наших спортивных сооружений. Для воспитанников детских домов и школ-интернатов на Дону ежегодно проводятся спартакиады с соревнованиями по мини-футболу, легкой атлетике, баскетболу и шахматам. Собрать деньги и построить большой музей на Самбекских высотах – инициатива ветеранов и поисковых отрядов. Губернатор идею поддержал экспонатами нового музея Великой Отечественной. Станут и воспоминания свидетелей тех лет. Григорий Никоноров о начале войны узнал в ростовской библиотеке. Радиоприемник сообщил голосом Молотова. 15-летний парень побежал домой, крича «Война!», но в то, что действительно придется воевать, не верилось. Казалось, война будет где-то далеко и ненадолго. Воевать все-таки пришлось. В 43-м, после второго освобождения Ростова, уже 17-летний Гриша штурмовал военкомат и добился. На фронт его взяли. Через год рядовой пулеметчик получил первую медаль за отвагу, а вторую заслужил в уличных боях за латвийский город. Пулеметчики шли цепью на расстоянии 5 метров. Во время контратак противника ложились, и советские пушки-сорокопятки давили немецкий обстрел. Но мины все же долетали. Осколок с левой стороны ударил один вот эту руку, ногу. Один сюда черкнул осколок, вот этот маленький был шрамчик. А которые дальше меня были, метров за 10, за 12 от разрыва этой мины, их сильнее ранило. Была и третья, самая солдатская медаль за отвагу, как выжившему после зачистки немецких лесов. А закончилась война для Григория Никонорова 2 мая в Берлине. Немцы сдаются, разбудил ранним утром крик сослуживца. Улица поразила непривычной тишиной и белизной. Мы вышли и смотрим впереди так по улице. Белые флаги, белые простыни, белые наволочки в домах, в окнах. На стенах Рейхстага можно было, не вчитываясь в надпись, понять, кто писал. Танкисты оставляли память о себе мазутом, офицеры цветными карандашами, стрелки штыком выцарапывали имя и населенный пункт. Я написал Никоноров из Ростова-на-Дону. Все. Дальше места нету. Писать уже вся стена была почти исписана. А в официальный день победы здесь же 19-летний парень выступил на митинге. Ему заготовили бумажку, но она не пригодилась. Говорил от сердца. Фашистскую гадину мы добили. Теперь больше никогда не позволим фашистам возродиться. Такие истории и лягут в основу музея на Самбекских высотах. Найти информацию о нем и перечислить средства можно на сайте самбекмузеум.ру. Мария Филинкова, Олеся Слынько. На Дону. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск смотрите в 15.00. Мы расскажем в частности о первом заседании Донского Заксобрания с новым председателем. В студии была Анна Туполева. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова